1 февраля в Латкарине прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику защитникам Отечества. Сталинградская битва. Скрежет металла, плач матерей, стоны раненых, горящие от разлива топлива Волга, дым, копоть и кровь. Много крови. В честь 19-летней годовщины гитлеровского путча 8 ноября 1942 года в мюнхенской пивной Левенбрау Келлер Адольф Гитлер выступил перед членами национал-социалистической рабочей партии Германии. В кульминации своей речи фашистский диктатор сказал «Я хотел дойти до Волги, дойти в одном единственном месте, в одном единственном городе. По воле случая он назван в честь самого Сталина. Но не думайте, что я шел туда с этими целями». Там, понимаете ли, в одном месте пересекается 30 миллионов тонн транспорта. Там гигантский перевалочный пункт. Его я хотел взять. И, знаете, мы скровны. Мы взяли его. Осталось только несколько кусочков земли. Кусочки земли. Это упорно сопротивлявшаяся в жестоких боях десятая часть города. Вернее того, что от него осталось после авианалетов и артиллерийских обстрелов. В боях за Сталинград шло сражение за каждый дом, каждый этаж. Василий Чуйков, командующий 62-й армией, отмечал, что потери гитлеровцев, пытавшихся занять легендарный дом Павлова, превысили их потери при взятии Парижа. Кстати сказать, когда в прорвавшиеся немецкие танки бойцы прямо из окон домов бросали противотанковые гранаты, сам командующий 62-й армии, находившийся здесь же, кричал фашистам. «Это вам не Париж! Здесь маршем не пройдешь!» Советские солдаты защищали свои позиции, введя огонь по немцам. В то время как рабочие заводов и фабрик ремонтировали поврежденные советские танки и оружие в непосредственной близости от поля боя, а иногда и на самом поле боя. Река полностью простреливалась немецкими войсками. Советские подкрепления переправлялись через Волгу с восточного берега под постоянными бомбардировками и артиллерийским обстрелом. В ходе битвы было перевезено свыше 82 тысяч солдат и офицеров, боевая техника, продовольствие. А на левый берег эвакуировано около 52 тысяч раненых и гражданского населения. Охота шла за каждым судном и даже лодкой. Средняя продолжительность жизни новоприбывшего советского рядового в городе падала иногда ниже 24 часов. 8 ноября 1942 года речь в Мюнхенской пивной, подликование товарищей по партии, Гитлер закончил словами о Сталинграде. Все власти земли нас оттуда больше не выгонят. 19 ноября началось наступление Красной Армии. Великая битва закончилась окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки. Сталинград показал всему миру растущую мощь Советского Союза, сумевшего отправиться от трагического начала войны и повернуть ее ход в свою пользу. И хотя до дня окончательной победы, до полного разгрома фашистской Германии было еще очень далеко, но сомнений уже не было. День этот неизбежно придет, что и доказало великое сражение на Волге. Ровно 70 лет назад наши войска, советские войска разбили немцев под Сталинградом. 200 дней сражений и столько было задействовано техники. И мы понимаем, что наши ветераны принесли нам победу. То есть перелом наступил даже не под Москвой. То есть под Москвой в 41-м погнали, а в 42-м погнали фашистов уже под Сталинградом. Поэтому надо сегодня отдать честь и дань всем, кто делал эту победу, кто ушел из жизни, защищая нашу страну. Ну и, соответственно, поздравить наших ветеранов с этой великой победой под Сталинградом. И надо понимать, что вот здесь находятся дети, здесь наше подрастающее поколение. Мы должны говорить, что это наша история.